Ну здравствуйте, мои хорошие! Сегодня мы с вами будем смотреть выступление группы Ария на авторадио, которое вызвало очень много каких-то странных недовольных комментариев. И вот сразу же ребятам, которые там пишут, что после ухода Кипелова я Арию перестал слушать, я вам скажу, что Житников скоро в Арии уже будет ну почти как Кипелов. То есть буквально вот когда там на днях что ли такая дата, что он 11 лет вроде как в группе уже играет. Я точно дата не помню, но что-то там сентябрь там 16 или 17 число было 11 года. Вот, это первое. Второе я вам еще раз напомню про такую штуку как Синдром Утенка. Первое, что увидели, то значит то, что вам нравится всегда, все остальное мы не принимаем. Но вы же должны понимать, что время идет, мир меняется, как бы музыка меняется, что-то разваливается, что-то собирается, короче, да, а что-то просто ну немножко меняет свою форму, потому что люди точно так же и музыканты, и музыка точно так же меняются. Но как бы надо немножко ну как-то спокойнее к этому всему относиться. Вот это вот прям агрессия меня прям реально выбешивает. Это то же самое то, что люди, которые там говорят, что вот там Inflames 98-го года, это уже не тот Inflames, что был в начале. Естественно, ребята развиваются, пишут другую музыку. И вообще в начале Inflames там был вокалист другой, Майкл Стана, который сейчас в Dark Tranquility поет, и еще у него проект The Hello Effect, в котором собрался практически весь изначальный состав Inflames. Ну, по сути, в Inflames сейчас не играет ни одного основателя группы, да. Ну, Фриден пришел ко второму альбому, а Бьерн, по-моему, тоже пришел там к второму или третьему, я точно не помню. Но основатель сейчас играет как раз The Hello Effect. У него там проблемы с алкашкой, короче, прям жесткие, он там страдает прям люто. Я, парня, понимаю в плане того, что он не любит большое скопление людей, это прям, да, такая тема. Вот, но сам факт, как бы, да, то есть все меняется. Nightwish тоже такая же тема, Тарья ушла, все, не воспринимаю. Мне вот, например, Imaginarium альбом очень нравится, очень клевый альбом. Да и в Dark Passion Play, который первый сонет вышел, очень клево все это звучало. Да, на концертах что-то как-то не очень она была, но и как бы она поэтому и ушла, потому что, ну, у нее какое-то раздолбайство присутствовало, вот именно с точки зрения человека и музыканта, вот как мне кажется. То есть я не знаю подробностей, но мне вот со стороны казалось, что какое-то раздолбайство присутствовало. А флор — это то дыхание, которого, ну, просто реально очень не хватало группе. Вот прям реально. То же самое здесь, вот, в Арии, как бы, да, то есть, ну, как бы, ребята играют. Ну, большую часть комментариев народ писал, типа, а что так плохо там, что так спето, почему так напрягается и прочее. Значит, я чисто по сусекам полазил, поинтересовался, посмотрел, поспрашивал тоже про техническое оснащение вот на данном мероприятии на Авторадио. Но самое главное, что я нашел, это два концерта, которые были во время похолодания, как раз вот когда резко похолодало на улице, и ребята, ну, Ария сама играла на улице. Поэтому вполне возможно, что Житников слегка болеет здесь. Здесь, ну, как бы, вот это вот предболезненное такое состояние, когда ты еще не кашляешь, но уже просто все, я думаю, каждый его ощущал. И вот вы не то, чтобы вот вам просто, в принципе, неприятно, да? Так представьте, что вам еще петь в этот момент надо. И петь надо не просто там что-то вот так, а как бы хорошо петь, прям серьезно, с атакой, высоко, громко. Ну и, соответственно, технические моменты я поспрашивал. В принципе, все у них точно так же, как обычно на больших концертах, немножко меньше именно по масштабам, потому что, ну, все-таки это Авторадио, а не огромный стадионный концерт. Вот, но сейчас давайте послушаем, потому что я посмотрел кусочками, а, допустим, Колизея вообще не слушал еще, да? То есть просто посмотрим кусочками. Еще раз напоминаю вам то, что из-за авторских прав, из-за которых постоянно мне блочат видосы, я уже много раз это рассказывал, просто вот в прошлом видосе об этом говорил, мне человек пишет, зачем ты останавливаешься. Хотя там ТВ-шоу, из-за которого просто реально блокируют сразу, просто наглухо видос не выходит. Ну, как бы, хотите смотреть полностью, как бы, вот, прям без нарезки и какой-либо рекламы, вот этих вот, ну, останавливаний, смотрите на Boosty по ссылочке в описании. Кстати, если вы хотите поддержать канал, там есть специальная сейчас такая тема с отдельным донатом без каких-либо обязательств. Типа, сколько захотели, столько скинули, канал поддержали, потому что, ну, вы знаете, что монетизация не работает, и я фактически монтажёру плачу за сборку всех видосов из своего собственного кармана, просто для того, чтобы видосы для вас выходили. Так что такие вот дела. Ну, а ещё совсем скоро мы начнём здесь сделать ремонт, ну, не здесь, здесь он уже сделан, а в барабанной комнате и во втором иреновом кабинете, где она будет преподавать музыкальную теорию и фортепиано, соответственно, плюс немножко барабана, потому что там электронная установка ещё поместится. Все эти апдейты можно посмотреть у меня на влоговом канале, ссылочка будет в описании. Мы начнём делать звукоизоляцию барабанной комнаты вместе с компанией Acoustic Group. Ссылочку на них я вам оставлю в описании, потому что это ребята топовые на нашем рынке, которые занимаются звукоизоляцией, и, собственно, звукоизоляция здесь именно не поролон, а именно звукоизоляция. Поролон — это улучшение акустики комнаты, а вот звукоизоляция, чтобы не было слышно шума снаружи и меня не было слышно снаружи отсюда, это непосредственно звукоизоляция. Ребята из Acoustic Group занимаются производством различного рода строительных материалов, именно вот всех вот этих комбинаций, панелей, не панелей, вы можете построить перекрытие специально прямо вот в комнатах, потому что мы, например, на втором этаже, где у Иры будет кабинет, будем строить именно перекрытие, потому что так именно с точки зрения крепления правильней будет. А вот в барабанной комнате это будут прям полноценные панели. Все апдейты я буду выкладывать на влоговом канале, ссылочка на который есть в описании. И уже сейчас, наверное, на днях я выложу на влоговом канале то, как мы разгружали первую партию материалов для ремонта именно в маленькой комнате. Все это я буду прямо подробно показывать, как это делается, как это происходит. У Acoustic Group есть свой YouTube-канал, на котором можно посмотреть, как устанавливать их материалы, как они, грубо говоря, все это делают, потому что они занимаются звукоизоляцией не только для, допустим, музыкантов, они там делают кинотеатры, домашние кинотеатры, огромные студии строят, короче, очень много огромных проектов. Все у них там можно посмотреть. Я думаю, вы сами понимаете, что комфортнее спать в тишине, когда вы не слышите соседей, поэтому здесь разговор именно идет о том, что вы можете себе сделать и музыкальный кабинет, изолироваться от внешнего мира по звуку, ну и либо изолировать свою квартиру от шума соседей, или себя, точнее, чтобы соседи вас не слышали. Ссылочку, как я уже сказал, на них я вам оставлю в описании, полистайте, посмотрите, там очень много всего интересного с точки зрения звукоизоляции, и, собственно, буду держать вас в курсе. Погнали, смотрим. Это, значит, Ария Колизей Авторадио, 7 сентября было. Сразу же, вот, буду останавливать, именно потому что мы делаем разбор, а не реакцию. Значит, смотрите, что я здесь сразу услышал. Погромче немножко сделаю. Первый звук идет с комнатой, и хай-хэт, в которой считает барабанщик, очень хорошо слышно, его прям очень много. И потом звук резко меняется, прям так, бри-ть, и все уезжает. Слушайте внимательно. Слушали, да? Первый удар прям, такой вот громкий-громкий-громкий. Еще раз. Хопа, и он ушел когда-то вот назад, вот так вот собрался. Очень важный момент. Что слышу сразу же здесь? Значит, на малом барабане, может быть, на комнате, то есть, вот если присмотреться, вот это вот, по-моему, оверхед, там зеркала непонятно где. Вот это вот стоит раз оверхед, и вот здесь вот стоит замешанный головой еще один оверхед. Это микрофоны, которые снимают барабаны сверху. Они необходимы для того, чтобы создать немножко больше объема барабаном, и как бы подзвучить железо, ну, тарелки. Да, давайте, чтобы проще, понятнее было человеческим языком. Не буду заморачивать сильными сложными названиями. Ну вот, значит, определимся. Бочка у нас, это штука, которая лежит по горизонтали, такая вот, да. Малый барабан, это который вы слышите, как пшш, все время вот, горизонтальный такой удар, и тун-тун-тун. Это тома, соответственно. То есть здесь я вижу один подвесной том, и, по-моему, два напольных. По-моему, да. Вот. Что сразу же слышно? То, что в миксе барабанов добавлено немножко комнаты, потому что, ну, если их вот даже с залом, вот этим вот авторадио, который заизолирован, записывать с комнатными микрофонами, то есть подальше поставить, чтобы добавить вот этого типа воздуха, оно все равно будет очень сухо и, так знаете, ватно звучать, поэтому создается искусственный эффект комнаты. При этом он немножко еще задиетирован, чтобы такой, знаете, коротенький отзыв был, как будто это небольшой клуб. вот так вот. Ну, приблизительно такой же эффект, как Э. Слышите, да, вот у меня здесь такое эхо создано, потому что реально в комнате у меня этого эхо нет. Реально, как бы, когда я просто говорю, это звучит вот таким вот образом. то есть А, Э. Да, то есть такой сухой прям вот звук в комнате. Когда я добавляю вот это вот, у нас появляется такой объем эхо-зал. Кстати, напишите мне, какой вам больше нравится. Выключить это несложно. Одну кнопочку нажал и выключил. Вот. Слушаем дальше. Ну, слышно, что гитара холстинная сейчас гораздо громче. Вот, здесь, кстати, хорошо видно барабаны. Вот вижу на малом барабане микрофон. Вон, напольники микрофона стоят. Самсоны, что ли? Или что-то там, не знаю. Не важно. Вот. То есть, это вот так, вот стойка оверхеда раз и вот стойка оверхеда два. Спереди, видимо, не было места их поставить. До этого, в принципе, достаточно, чтобы тоже железо громко в микс не лезло. А, сейчас вот с малого комната пропало, скорее всего, это как раз были какие-то микрофоны, стоящие у ведущих или что-нибудь такое. Ну вот, потому что прям комната совсем сухой стала по звуку. Бас все четенько звучит. Не знаю, что у вас там как бы концерт. У меня попова не хватает гитары. Прям, прям вот, как-то вот так вот. Возможно, это мониторный микс Холстинина или мониторный микс Мишин как раз в плане того, что... сейчас понятно будет. Вот, что я слышу, значит, я слышу ревер, который наложен на голос. Это абсолютно нормально. То есть, вот этот зал, который вам только что я вам показывал со мной здесь в этой комнате, да, ну и, соответственно, да, он отэквализирован хорошо, то есть, как бы, нет лишних всяких вот этих вот сусеков. В звуке, кстати, к вопросу об оверхедах, которые записывают. Я нашел, что шумелое. У меня лежит мышка, да, и вот эту вот штуку постоянно проводком от мышки я, короче, его вот так вот дергал, короче, просто мелкая вот эта погремушечка. Если присмотреться, вот у Миши за головой как раз стоит оверхед, который железочки снимает. Слушайте, да, если вот сейчас прислушаетесь, прям у вас за ушами, сзади далеко будет ощущение вот этого зала, если вы в наушниках слушаете, будет ощущение, как будто у вас за спиной, короче, зал находится и в нем как раз отзывок Житникова есть. Что здесь сразу же слышно? На самом деле на радио, да и мало кто к этому прибегает, я об этом говорил в паблике школы, кстати, обязательно на паблик школы ВКонтакте подписывайтесь, там много такой информации я пощу и выкладываю там видосы с обзорами и техническими моментами со влогового канала, которые как бы там вот именно прям совсем замороченные технические сложные моменты музыкальные идут, которые, ну, нужны именно музыкантам. Может быть, я их начну выкладывать, конечно, здесь, если это будет собирать достаточное количество лайков, комментариев, соответственно, и просмотров. Просмотр не особо интересно, интересно именно количество комментариев, вот, потому что, ну, идет тогда общение с людьми, которым это интересно, вот, а, значит, что еще, значит, здесь сразу же заметно, так как Житников любитель сухого микса в наушниках, я тут его полностью понимаю по звуку, почему он вот так вот действует. Сейчас спокойно, да, вот, сейчас вверх будет, вот это вот движение, да, когда звук его голосовой практически пропадает, потому что он стоит перед барабанами, по-любому у него на микрофоне гейт висит, который вот этот низкий шум, да, то есть не громкий шум, он его приедает, точнее, как подъедает, я бы сказал, то есть как работает гейт, у вас есть сигнал, допустим, да, да, вот он выскочил такой, гейт настраивается, допустим, вот настолько вот, и все, что ниже вот этой вот зоны, грубо говоря, меньше, да, вот этого рывка, оно не попадает в звук, в микс в общий, то есть оно остается выключенным, соответственно, когда он поет громче, да, ну, то есть громче этой линии, звук проходит, фишка в том, что гейт работает, не включить, выключить, да, это зависит от того, как вы его настроите, он может быть мягким, то есть он может даже съедать, но не полностью, то есть как бы все, что тише вот этого вот, он делает это все тише, а голос остается, то есть, ну, грубо говоря, таким образом это работает, то есть это зависит от того, как вы настроите, но здесь слышу, что вроде как гейт работает, скорее всего, потому что это полезно, чтобы лишнего шума Там вплоть до того, что будет слышно, как гитаристы на гитарах играют Вот это вот, если микс сухой в комнате, то есть не играют комбики А именно играют в цифру они, например То есть будет слышно вот эти вот удары, а в наушниках у них там урубило Так как Житников любитель сухого микса в наушниках Это значит, что он получает сигнал микрофона напрямую с пульта То есть сигнал приходит в пульт, дальше идет на основную линию Там добавляется ревер, эквализация, то, о чем мы говорили вначале То, что мы сейчас с вами слышим Добавляется ревер, эквализация, компрессия какая-то Гейт как раз накладывается, чтобы лишнего шума не было И потом идет типа в зал, в данном случае к нам с вами в наушники Но ему идет сигнал, прямо только он вошел в пульт и сразу же отправляется к нему Может быть там, конечно, какая-то компрессия наложена, но это не спасает, поверьте мне Я схавал на этом просто... Это не собака, это слон Это реально слон, это боль Это реально боль Вот те, кто знает, что такое ушной мониторинг Да, это удобно, да, это типа профессионально, все дела Но есть одно но Вот такое вот но Да, по причине чего? По причине того, что если ты играешь на инструменте, у которого много разной громкости В данном случае это голос Вот Это очень сложно контролировать, чтобы в наушники звук приходил все время одинаковой громкости Это просто кошмар То есть ты как бы чуть-чуть шевелишь с микрофоном, звук плавает Ты чуть отдаляешь микрофон, ну, звук, соответственно, становится тише Что, собственно, он и делает Когда тянет высокую ноту, она громче, у нее больше атаки, у нее больше плотности Ну, она выше, соответственно Да, он ее прибирает, потому что у него в ушном мониторинге Если он микрофон оставит здесь, он просто оглохнет Ну, реально, очень громко будет Тут как бы я нахожусь вообще между двумя мирами У него есть возможность убрать микрофон от рта Я играю на гитаре, когда пою У меня нет возможности головой крутить Это еще одно лишнее действие, которое меня будет отвлекать от того, что я делаю И играю, и пою Еще головой крутить, чтобы, да, громкости не было такой Я эту тему поборол просто посредством того, что настроил железный аппарат Именно обработку голоса в плане компрессии и лимитирования Таким образом, чтобы, когда я говорю, когда я шепчу, когда я люто ору Громкость уже в пульт попадала все время Точнее, как сигнал голоса попадал все время с одинаковой громкостью Ну, она там чуть-чуть меняется, вот прям вот самую тютельку Но громкость всегда одинакова И, соответственно, когда я стою прям в упор в микрофон, ору Или там тихо что-то говорю, оно абсолютно одинаково по громкости звучит И мне абсолютно комфортно Тут как бы сразу же добавляю момент с гитарой, да? Если мы оставляем вот такой вот сухой микс Что у нас получается? У меня там, например, партия, вот там, The Hive композиция Ули Она выйдет через несколько месяцев Она уже готовая лежит, просто мы последовательно все выпускаем Там в первом же куплете, в первой же строчке Партия развивается от звука Такого вот до звука Вот такого вот Вы сейчас, собственно, это и слышите с одинаковой громкостью Потому что у меня вот этот вот микрофон В который, собственно, сейчас все записывается Он обрабатывается таким же образом Просто все вот так вот сплющивается И отправляется к вам в камеру Чтобы не было такого, что я тихо говорю Потом начинаю орать и все просто Как у говностримеров на стримах, да? Когда просто перегружается и просто Представьте себе, что вот это вот Происходит у вас, когда вы играете концерт в наушниках Что вы будете делать? Вы будете убирать микрофон немножко подальше Чтобы громкость вашего голоса автоматически оставалась одинаковой Вот Если этого не делать Вот в моем случае, да? Если я этого не делаю То получается, смотрите Значит, что я слушаю? Я слушаю барабаны и слушаю метроном Плюс у меня идут немножко бэки Там всякие клавиши Вот это вот интервалы, с которыми я пою Вот И, соответственно, вот это микс, который я слышу Да, может быть, чуть-чуть баса и чуть-чуть гитары добавляю Пашина и Макса Вот Мне на этот микс надо включить гитару свою Чтобы слышать, что я играю Четко слышать, что я играю А не просто где-то там отдаленно, да? Вот Я ее убираю себе вот Ну, почти полностью вправо Немножко оставляю вот так Как будто она, знаете, вот На краю глаза, короче, да? Пашу я задвигаю полностью назад Чтобы понимать, что это именно Паша Потому что он у меня стоит слева обычно Да? То есть А свою гитару я создаю вот здесь вот так вот И свой голос я вывожу, соответственно, себе вот по центру И немножко его стереоспредером растягиваю Чтобы он не сидел у меня промо вот здесь вот в голове Прям вот Слепнот Просто, да? И, соответственно, грубо говоря Если я начинаю громче петь Да, вот реально разгоняюсь в пределах одной строчки Не целой песни, а одной строчки То есть это не потерпеть Немножко пережить этот момент А это постоянно У меня постоянно партии вот так вот катаются У меня получается такая штука, что Я, первое, перестаю слышать метроном Я перестаю слышать барабаны Я перестаю слышать свою же гитару А мне на ней надо в этот момент играть Мне надо слышать, что я играю Я, конечно, вижу по ладам, приблизительно по штрихам Что у меня там происходит Всеми этот любимый штрих, который надо слышать Чтобы чик-чик-чик Вот это вот было, когда ты сидишь играешь в комнате На концертах ты этого никогда в жизни не услышишь Нету этого звука на концертах Слишком громко все В ушном мониторинге, без ушного мониторинга Вот этого гитарного ты не услышишь Его просто нет Да? Мне нужно слышать, что я играю хотя бы чуть-чуть Но из-за того, что громкость голоса очень сильно увеличивается То есть такой резкий скачок Микс, который я слышу в наушниках Весь заполняется голосом Я перестаю слышать и Подо что мне надо играть Собственно, перестаю слышать Нормально я играю или нет Попадаю я или нет И, соответственно, я начинаю петь туда, куда попало Потому что тоже ничего не слышу Полный вакуум То есть просто голос Вот так вот Все Из-за этого, как бы, у многих вокалистов Вы можете обратить внимание Что они постоянно крутят наушники Вот так вот просто Вот просто снял, одел Снял, покрутил Там что-то постоянно мешает Там, короче, ааа Вот так вот все это происходит Но это происходит у тех, у кого руки обычно свободны У кого руки заняты, они страдают Если у них вот эта система не нарулена И, собственно, здесь Ну, как бы, то, что мы уже с вами послушали Сейчас продолжим смотреть Я думаю, что уже комментарий Ну, давай, смотри уже, сколько можно Мы, как бы, с техническим оснащением Здесь именно занимаемся музыкальным Разбираемся, что как сделано Вот Он таким образом убирает микрофон Просто потому, что, мне кажется, ему в мониторинге Его же голос громко Ну и плюс ко всему, как я сказал Вполне возможно, что он слегка простужен Давайте смотреть дальше Слушайте, да, то есть он абсолютно ровно поет То есть нету каких-то рывков Вот, напрягается Что-то там нормально абсолютно Еще вот эта вот тема с увеличением громкости Если не убирать микрофон от лица Ведет к автоматическим зажимам Ты начинаешь То есть не Не бросаешь голос, чтобы он летел, да Прям начинаешь его Вот так вот пытаешься спрятать Что, как бы, не есть хорошо Потому что я уже даже после этого чувствую Что связки мне такие, типа Да, то есть, ну, как бы Это реально не круто То есть, ну, это Голос страдает от этого Поэтому именно вокалистам Которые работают с ушным мониторингом Я бы посоветовал нарулить Постоянную громкость Это делается посредством Естественно, эквализации Мы отрезаем низ Потому что нам низ в голове Наглухо не нужен Потому что у нас и так башка гудит Когда мы поем Потому что вот так вот Уши заткните себе пальцами Да, послушайте, что мы слышим И так постоянно Да, то есть этот низ нам не нужен Мы отрезаем низ Я отрезаю низ где-то, наверное, до 200-250 На вокальном микрофоне непосредственно Да, не на всем миксе Вот И, соответственно, что мы делаем дальше Мы это делаем Компрессируем Сильно компрессируем Прям очень сильно компрессируем И после этого мы это дело гейтируем Чтобы не лез лишний шум в паузах Это вот прям самое такое необходимое Потому что если оставить Будет все Вот так вот просто Если гейт нормально, аккуратно настроить Будет прям вкусненько Следующий момент Если есть возможность Это все дело еще разогнать А потом заимитировать То есть лимитер поставить То когда вы будете разгоняться Там что-то орать в громкость Да, у вас вот эти громкие звуки Не будут выстреливать громче Чем обычная разговорная речь А гейт будет вас прикрывать От лишнего шума Это очень полезная такая штука Это надо все аккуратно Отбалансировать Настроить Вот мы с ребятами В это воскресенье Репетировали Грубо говоря, можно сказать Первый раз нормально Полноценно За довольно долгое время Пока собирали аппарат Пока копили денежки На все вот это Железки Все это готовили Разбирались Учились этим всем пользоваться Это кошмар Но еще в интернете Ничего не найдешь Как бы толком Никакой информации нет Ну говорят Включи Вот мониторинг поставил Ништяк Круто Отлично А то, что он как бы Звучит как пластмасса Вот это вот Для вокалистов Знакомое должно быть ощущение Пластмассовый голос В наушниках Вот именно пластиковый Он прям Вот он неживо звучит Он как будто просто Блин В обертке В такой Вот так вот завернутый Очень неудобно его слушать Я думаю Вы знакомы с этим ощущением Вот И соответственно Когда я все это прогонял Да, мы прям послушали Ну совершенно другой кайф От репетиций От концертов От всего Ты по-другому все слышишь Ровненько Аккуратненько А, ну и еще как бы Общий микс Который приходит в наушники Стоит откомпрессировать Чтобы просто Малый барабан Например, не выстреливал Когда барабанщик Начинает сильнее лупить То есть ты как бы Компрессишься Колбаску такую в наушники подаешь И у тебя получается Фактически студийная запись Играющая в наушниках Играющая сейчас В данный момент С группой вживую Ну вот То есть это вот прям Комбо всего-всего-всего Если вы хотите Чтобы я сделал Подробный видос С настройкой Всей вот этой вот системы Придется собрать Много тысяч лайков Под этим видосом Давайте начнем С пяти тысяч Потому что Реально Это максимально Потное видео будет Это будет Во-первых Сложно снимать А во-вторых Сложно все это будет Собрать и показать Ну вот Ну и давайте все-таки Наконец-то досмотрим Потому что я Пришел сюда вообще послушать Но теоретическая Вот эта тема С практикой С звуком Это кошмар На самом деле Видите, да? Он убирается Постоянно голову Ну-ка, а Дубинин? Слушайте, да, видите? Дубинин тоже отворачивается У него похоже Тоже Сухой мониторинг Но опять же Здесь как бы Можно Чуть-чуть Перетерпеть Потому что У него партии Коротенькие Такие Бэк допил И ништячок Кстати Футболку С таким вот Принтон Ништячок Можно купить В моем Магазинный мерч На всех майках Все нормально Звучит Я не знаю Чего там Начали Какие-то Сопы Размазывать Да Вот он Видите Он прячется От микрофона Из-за этого В общем Миксе Который Скомпрессированный Движер Он пропадает Тише Потому что Микрофон Убирает Такая штука Ты понимаешь Как палка О двух концах Получается Либо Себя не оглушает Либо То что Микс из-за этого Громкости Пропадает Сжатия Сильного нет Слушали Да Кстати Вот Я только что Говорил про Компрессирование Общего микса Послушайте Вот он играет Барабанщик играет В малой Такой Ну то есть Нормальная громкость И сейчас смотрите Сбитка будет Такие просто Два удара Пролетели Сильные То есть Значительно Громче Представляете Что происходит В наушниках Когда у тебя Прямо Это все Прямо Здесь У тебя Под зад Тебе С малого Лупят Убей Дерст Императора Слепой Себе Не Прикосло Твоя Толпа Чувствуй Кровь Ни скорби Ни шовни Друзей Жизнь Гладиана Чтечок Друзей Друзей Мне там интересно Кстати Как они это Слушают Вот в этом Зале Сбоку Напишите мне В комментариях Если кто Был Вот на этом Концерте Откуда Звук там Идет Потому что Там В комнате Барабаны Просто Мне кажется Громче всего Этого микса Короче Игра И там Практически Ничего Не слышно Может там Снизу Мониторы Стоят Чтобы вам Слышно Было Микс Короче Да Какой-то Стерео Либо Сверху Висят Как-нибудь Потому что Не знаю Даже А ну Звухач Соло В центр Сдвинул Из-за того Что Оверхеды Стоят Далеко Под наклоном Райт Практически Неслось Но местами Фарш Фарш Запил Араламел Что называется О Уехал Помнишь Ты ведь Помнишь Ты был Дор И мудры Вождет Помнишь Ты ведь Помнишь Как Вошли Солдаты В твой Дом Слушайте Да Вот этот Зал На фоне Да Да Вот Все Что я вам Рассказал Полностью Сейчас Прям Подтверждается Хардкорные Условия Работы Музыканты Я бы Сказал Вот Так Прикольный Звук Айшо Расскрывает Четко А Вот для радио это реально очень круто звучит, там видимо они своего звукачат привезли, чтобы он рулил им кстати вот эти вот стойки с болином с этим топом, у меня как раз такая стойка, прям очень удобно да, вот здесь вот тяжело было здесь вот нотка высокая была, тяжелая, а чё там было получается ну до диез, что вы хотели, он еще как бы с груди это все прям, это тяжело, это тяжело, а ну улица Рос, поехали о, Попова вывели нормально, это видимо первый трек что ли был но вот четко именно то, о чем я говорил, прям вот вот так пять убрал на самом деле для радио очень хороший звук, реально я прям удивлен видишь, чуть громкость поменялась в его миксе, короче, да, то все начали по-другому играть все-таки провал пошел и звукач начинает все подтягивать местами я в этом плане как раз пытаюсь избежать того, что звукачу приходилось бы потеть, постоянно менять громкости везде чтобы просто постоянная громкость шла и ему проще будет с этим работать, а что чуть-чуть прям, не надо вот это гонять обречаю задачу, плюс как бы пытаюсь сделать так, чтобы звукачу вообще не надо было работать то есть, типа, чтобы без звукача можно таком делать на поле хорошо звучит громкость вот слышали, да? на общем миксе сейчас на вокале это вот компрессия как раз и на голосе, видимо, и на общем миксе, короче то есть, первый слог прям резкий такой, да? а второй так, бурк и придавило это как раз из-за того, что до того, как звук попадает во всю эту картину, да, его компрессит вот здесь вот то, что я слышу, когда он высокие ноты вот эти пропевают у него реально как будто гейт подъедает, частик звука не слышно, именно, как это называется из-за сведения такого, как бы, а не из-за того, что он как-то поет не так потому что вот он, да? микрофон близко, он пробивает насквозь да? ну, то есть, как бы, звук полностью проходит в микрофон, точнее, как не через микрофон, а через гейм вот, слушайте, да? он прям, типа, нормально а как только он микрофон чуть-чуть от арта убирает, он из-за того, как, проваливается в целом, гейм вот такой да, он чувствуется прям, хоп, и пропадает вниз это называется proximity effect, эффект приближения к микрофону то есть, когда мы близко, очень много низов, то есть, если я сейчас прям вот так вот приближусь и вы, блин, будете чувствовать, как будто прям сводит с ума вот эта вот улица Рос да? а если отодвигаюсь, пропадает вот этот эффект такого вот объема и глубины потому что, ну, не считывается уже и у меня здесь гейта никакого сейчас не включено а представьте, что будет, если его включить При этом вы должны понимать, что я об этом всём сейчас говорю именно с точки зрения своего опыта и того, что я знаю, что я умею делать со звуком, потому что у них может быть немножко по-другому всё это настроено. Но так как в основном всё это работает по одной той же технологии у всех, я думаю, что всё именно так, как я говорю. Опять соляга в центре. Не, на малом всё-таки ревер лежит. Вот это просто. Причём, такой, как это называется, принцип манера самого ревера, да, то есть, не скажу. Надо это Димон спрашивать. Хэп, казалась гитаристки Пилова, там крыш стоит в колпе. Не помню, не молча, но Глюканул Очень похожий парень просто Так, кстати, было бы круто, если бы они добавили этот же ревер комнаты И на гитары То есть весь микс, тогда гитары вот сейчас прислушаетесь, да? Они как будто, ага, нос чертся Они как будто прям в муху вам играют А нам привычнее слушать это вот так Из-за этого сухость такая в миксе появляется Если добавить чуть-чуть звучание комнаты Ну, это немножко по-другому Это называется эффект ранних отражений Типа ощущение, что вы слушаете гитару с динамиком в кабинет Именно в комнате, находясь с ним А не с микрофоном вот так, как будто он Прямо микрофон это ваше ухо, которое прямо на кабинете висит Это не тот звук, к которому вы привыкли Но как бы я не вижу смысла тут продолжать Как бы я все технически вам рассказал, что здесь как происходит Почему так звучит? Почему как бы мне начали писать Во, там что-то не так, там не так Ну, как бы он, во-первых, все с груди пытается брать полным звуком Прямо из-за этого некоторые моменты прям высокие тяжело получаются Но сам факт именно, почему звучание так плавает Я надеюсь, вам ответил на этот вопрос Если вы хотите поддержать канал, обязательно подписывайтесь на Boosty Либо там есть специальный отдел донатиков с левой стороны на сайте Вот, если хотите еще круче поддержать Приобретайте мерч по ссылочке в описании на всех майках Там всякие разные угарные принты Можете увидеть там, типа из разряда Я обожаю, люблю бласт биты Песня не песня без бласт биты и прочее Вот, ну и не забудьте подписаться на паблик школы ВКонтакте И мы с вами еще увидимся Давайте, пока-давай Субтитры создавал DimaTorzok